Сегодня 10 сентября 2014 года. Вот гонят стадо Игоря Барабаша. Они ушли у него из загона. Там видимо его выломали и ушли. И сейчас вот Игнать их обнаружил. Вот он идет с велосипедом. И тут сына у Игоря Ерема он гонит тоже. Ну что их? А их же доить еще надо. Вот они наши гуляки. Вот они. Вот так. Сегодня 10 сентября 2014 года. Среда. У Игоря Барабаша утром не оказалось стадо его. 19 голов. Мы позвонили в лагерь. Залезли на вышки. Специально вышка у нас если нужно искать коров. Маленько подворачиваю их. Ну и посмотрел залез я. Никого нет. Я говорю Володя там их нету. Пойди поехали. Мы поехали сразу в деревню. Я говорю они не должны пойти были куда-то. Они через околок. Так и получилось. Я просто знаю. С детства сын пастуха. Отец 40 лет был пастухом. Ну кто куда поехали то. Я повернул направо. Остальные там кто влево кто прямо. Я стал смотреть следы где роса сбитая. Ну как Шерлок Холм сделал бы. Ага. Наконец увидел в одном месте следы. В каком направлении идут. Глубоко нет пробитых. Если дождь был. Видно что это уже после дождя было. Совсем свежее. Ну а потом когда следы то исчезли куда они делись. А потом вернулись на дорогу. А вот что. Зелень. А не на зелень. Ну и лепешки пошли. Ну а тут уже легче. Это стоянка фермеров коршинских. Я поднялся. Она в низинке. А там дальше околок наш. И там опять низинка. Ну не видно нигде. А это рядом лесополоса уже за линией. Железнодорожная линия. Ну поднялся на бугорты. И непонятно что то там есть. Ну когда крутят эту сену то оно блестит. Пленка обернутая. Я подумал что сильно скучно. Позвонил скорее. Я говорю вот это направление я поехал. И следы тут вели. Но они исчезли. Идут где то по пахоте. Дальше туда. Там я не могу пройти на велосипеде. На бугорты когда дальше поехал то вижу они там и есть. И говорю Лене дал сигнал и все. Игорь приехал за мной банка. Но не сказал какая банка. Я ему скажу трехлитровая банка молока. И при том условии что я за ее брать не буду в руки. Ко мне на крысо. Привезете и поставите. Это вам напомнит. А почему? У меня две кошки здесь. Две в лагере собачка. Пять голов кормить надо. Но у него он щедрый такой. Он даже разговаривать не стал. Я говорю а ты сегодня ничем не занимайся. А что? То давай сделай так. На каждую жертв которая идет. Скоба чтоб была такая. И не шурупами прикручена. А болтами как делается. Шайбами притянут. Так я хотел ворота делать. А сделаешь сзади. Весь день занимайся воротами. Не сделаешь проверю. И два замка чтоб было. Хорошо. И мы его отправили. А тут Ерема подъехал. А вот и Володя Пащенко подошел. Ну помаленьку. Я говорю ты их сильно не гони. Мы можем их на пастбище. Так они не дойные. А не дойные. Тогда не гони. Я говорю корову гнать нельзя перед тем как доить. И он пишет потихоньку. Пусть она идет щипит травку. Сейчас вон там. Это клен такого цвета. Вон где Ерема. И там сейчас заворачивает дорога. Прямо в барабашу. В усадьбу. Ну и вот мы сейчас туда едем. Вот. Это нам все близко. Мы стали первым делом помолились. Ерема. Тут я говорю давай благослови скотину. Скотина это благословенная. Чистая. Раздвоенная копыта. Ее иудеи едят. И доят. Даже доят ее и в Индии. Хотя и не едят. Ну и благословляй всегда. У вас благословенная скотина. Благословен дом. Благословенные дети должны быть. Пока шли. Я ему маленько рассказал. Игорь. Игорь из машины вылез. Я говорю. Поворачивайся на восток. Давай помолимся. У нас так принято на восток молиться. Потому что восток свыше. Это наш Христос Господь. Мы остановились. Потому что мы тут прогнали. Я тут ноги выворачивал. На похоте шел. Она похота такая уже осевшая. Это фермеры нынче не засеяли. Корченский. А тут Туров. Петр кажется его звать. Вот. Федев. Ну и вот. Сейчас. Вон они. Поворачивает скотинка. Мы сейчас их догоним. И сзади потихоньку пойдем. Потихоньку. Подоите. И отправите их. А сегодня. Чтобы были заперты как следует. Притом ключ. Чтобы был где-то совсем недалеко. Не дай бог пожар. И скотину не успеете выпустить. Если она будет на замке-то. Тут надо все заранее обдумать. Чтобы ключи были. У него одного человека. Как крестик на шее. Где-то были в кармане пришиты. Ты в случае чего выскочил. У тебя секунда одна открыла. Скотину выпустил. Хорошо, что никого не было. Так уже скотина там. А то ведь могли бы быть и люди. Выгнали скотину-то. Перегнали ее через линию там. Перестреляли тут же из ружья-то. Погрузили. Одни головы остались. Или без голов. Ну, с головами увезли. Я опасался этого. Помолились. Ну, вот такое дело сегодня. Тем более, мы уже пакость-то делали, Игорю. В радиатор-то насыпали. Да я знаю. Пакость везде. Тут обворовывали, приезжали. Я батюшке сказал. Говорю, у вас тут воруют овечек-то сколько? Воруют. А сколько? Да бог их знает. Батюшка. Ну, эти-то овечки. Да эти всем охота. Охота шашлычка. Самая породистая овечка тут была. Три ягнят приносила. Поискали нигде, не эту. Валя была она. А потом наши увидели, голова около линии лежит. Они прямо около линии ее обделали. Один раз я тут в околочек зашел. Гляжу, а там 13-3 буха. Из 13-ти буков вытрясенная. Ну, это колхозная. Ну, что? Милиция занялась своими кровными делами. Пошли догонять их. Слава Христу. Слава Христу. Вот он, Барбаша, в коробке. Все подходят к дому, наконец-то. Вот у него заготовки еще. Прошлогодние. Доброе утро, Барбашка. Ты что, в ночь пас, что ли? Нет, не пас. Еще там идут? Еще идут, ну. Господи, благослови. Давай. Игорь, мы договорились, что Игорь ворота сделает сегодня же. И на два замка, чтобы закрыты были. Ничем не занимайся, я говорю. Пока ворота не сделаешь. Он говорит, давай, давай. Ну ничего, что ты, веревочку твою составят. И на мочек, ясное дело, будет видно, что там хранит. А то тут едут, кому надо, не надо. Слышь. Это хоть и слабая, но его здесь потерялись. Дошел до Фермеровской стоянки, а они опять появились. А там где-то просто, где-то. На мудротор поднялся, не могу понять, что там будет. Берите уже 10-литровую, что вы? А? 10-литровую берите. А такой банки-то нет. Мы знаем банки разметки 3-литровые. Я говорю, у меня 4 кошки и собака, 5 голов. Помаленьку дала, да ущедрый. Но я тогда говорю, что я за ней не приеду, что я за ней не приеду. Что-то, да, ты сам не принесли, и мы хорошо поставили. Вот так. Вот так. Давай сюда. Игорь говорит, что за мной банка, не сказал какой, я сразу догадался. Это 3-литровую. Я не пойду за ней, а на крысу мне поставят. У меня 4 кошки и 1 собачка Ерема принесет. А банку я привезу назад. Я сказал, сегодня, что вон он, твой хозяин, живой, ничем не занимался, только воротами. Ворота и на 2 замочка будет закрываться. А ключей было столько, чтобы в любом месте выскочили. Не так, что загорелось, и не знаете, как открыть. То есть это уже обдумываете. Договорились? Все, ушли. Пошли. Теперь надо с моими делами заняться. Игорь Иванович, у меня такой вопрос к вам. Вот по Экклесиаз, 7 глава, 10 стих, вот здесь вот открыто у нас, написано. Не говори, отчего это прежние дни были лучше нынешних. Потому что не от мудрости ты спрашиваешь об этом. Ну, это относится ко всем. Обычно так говорят, раньше было как-то лучше. Вот сейчас в детство вернуться бы. Или пойти скорее на пенсию, как Пугачева поет. Не от мудрости это. Надо каждый день благословлять. И находить в нем такое, чтобы можно было сказать, вот вчера было хорошо, а сегодня лучше. Наоборот. А люди говорят так, почему дни были прежние, лучше нынешних. В прежние дни. Я вот каждый вечер подвожу итог. Ну, так, научил меня Господь, по милости Божией. И перекрещусь, в постель уже ложусь и говорю, какой богатый был сегодня день. Вот сегодня 10 сентября 2014 года. И день какой-то начался необычно. И сразу печалью прям покрылась. Вдруг звонок к тебе он был. У Игоря Барабаша коровы открыли загон. У него там было завязано. Они оторвались, чесали шею-то ей. И ушли, и коров нет. Я подумал, ушли или увели. Потому что воруют, и на сторожа свяжут, скотину выгонят, перестреляют, погрузят и увезут. Печати писали неоднократно. Ну вот мы залезли на башню, посмотрели. Потом поехали. Я по следам. То корова поворачивается задом и идет в ту сторону, куда дождь идет. Если дождя нету, ветерок дует, она морду поворачивает, чтобы ветер обдувал от комаров. Она идет головой вперед на ветер. А тут ветра нету определять. Я решил, что определять ее надо, потому что она ест. Молодая трава где? Какая более сочная? Ну где там косили на этом месте. Решил это место проехать, где косили. Вижу, след несколько раз попался. Копыто в том направлении. Видно, что это после дождя. Это после ночи уже где-то. Ну и куда они пошли, это по кос проехал. Я думаю, дай-ка дальше поеду, там фермеры стоят. А тут как бы пахота бывшая, овесы от овса новое наросло, которые, ну, они коровы очень любят. Ну, таким образом, из-за бугра выехал, что-то там мельтешит далеко, непонятно. Я сразу позвонил и пригнали корову. Уже день необычен. 19 голов было. 19 голов коровы и большие телки, быки. Это большое состояние для местных. Корова хорошая на 1030 стоит. Вот у Игоря Глушкова в прошлое воскресенье корова упала. То ли зерна объелась она или что-то. Я не расспрашивал. Ну, похоже, так где-то нашла и не досмотрел он сам. У себя дома в дневнике. Вот. Дальше. Вчера у меня как бы вечером огорчение было. У меня две голубятни здесь. И одна голубятня высокая. 9 метров 60 сантиметров крыша у ней над землей. Она пятиэтажная, можно сказать, если с этим брать, с потолком. Вот мы там кое-что переделали. Три дня назад им подсыпали. Там немного, всего пары-три. И я понял, что нет зачем лезть. Воды полно у них. Зерна полно. Вот уже вечером вернулся. И уже восьмой час уже где-то ближе. Солнце к закату идет. А на сердце неспокойно. Дай, думаю, я слажу туда. А у меня было так зимой однажды. Самый любимый мой голубь. Я каждый день туда проверяю. А один день не проверил. Все им задал. Чисто там. А он на лапах-то у него перья такие. Он в гнездо полез и развернуться не смог. Ну, лапы-то как крылья у него на ногах-то. И он там и застыл. Я зашел так и вахнул. Ой-ой-ой. Один раз не залез. И он в это время развернул его. Там ему делать-то нечего в гнезде-то он. Он ручной летает с воздуха на руку, садится и... Ну, печально. Прославил Бога, значит, чтобы не был привязан. А тут, думаю, в лесе скользко, высоко, дождь. Но решил пойду. Думаю, раз сердце меня побудило, а я молился, это Господь меня побуждает. Залез, посмотрел, нормально. Тут под ногами голубка уже выпарила. Малыши под ней сидят. Там большенькие. Ну и все как надо. Голубь-то повернул. У меня большие тюрюки, я называю, такие, как из картона бочки. Сделал вот такой высоты, метр высоты. Ну и диаметр, полметра, может быть, поменьше. И вот Виктор весной надавал, когда поднимал, вернее, туда сено, в гнезда положить-то. И этот пропиленовый белый такой мешок. И от него он разорван был как-то, так что висит, у него нитка эта. Они крепкие-крепкие-то. И видно, голубь висит вниз головой за эту за ножку. Сколько он висел-то? Я там три дня не был. Я так ахнул. Видно, голубка. Висит головой вниз. Но она одной ногой доставала, второй ногой там внизу еще что-то было. Вода, закрытая мешком. И она на него упиралась. Не висит. Ну, видно, ножку она вывернула. Думаю, ой-ой-ой. Я оторвать не могу ее никак. Ее держу, чтобы не на ногу-то. Ну, помаленьку все-таки оторвала. Освободить не могу. Она крутилась, завертелась. И на наш глядь вот такая печаль. Но думаю, что-то Бог хочет сказать. А что, я не знаю. Помолился им. И сегодня дождик прошел скользко. Утром рано. И меня на такую высоту понесло. Володя хотел послать. А что он будет искать, когда не знает там? Голуби-то разные-то. Полез туда кое-как. Все это шатается, качается. Залез. Осмотрел, все нормально. А ее нигде нету. А где же она есть? Еще раз все осмотрел. Два голубя между собой из отделения в отделение. Гоняют друг друга. Крепкие голуби-то хорошие. Одна парит, сидит. Потом гляжу за тюрюком. Сидит голубка. Я к ней. Она назад попятилась. Как бы скрывается там. Тоннель небольшой получается. Они любят укрытия такие. Я тогда создал там затемнение. Затворил дверь. И ее вытащил. Вытащил. Давай ножку смотреть. Ножка у ней на месте. Но где была нитка, то видно. Видимо, она висела. А сам голубь, самец ее муж-то сидел на гнезде. А теперь я его вечером напоил. Там же толкнул ее в тазик-то. Она попила. И дальше оставил ее. Она прямо около тазика с пшеницей. А тут, видимо, она пришла в себя. И он уже дерется за это место. Рад. А она села на гнездо и парит. Я понял, что это она. А я ее опять потемка потихоньку туда продвинул. Отпустил руку. Она так на гнезде и осталась-то. Вот сегодняшний день, особый день. Вот среда у нас. Он не такой, как вчерашний. Вчера такого не было. Вчера были другие события. Там кто-то приезжал. Кому-то сказали. Что-то новое выставили в интернете. Но вот сегодня, как было, этого не было. В этом году не было. Чтобы потерялась полгурта у Игоря Барабаша, староста. Повторяю, 19 коров и быков. И вдруг нашли. Нашли. Я там уже об этом говорил. Такие радостные. Все. Я говорю, ты сделай эти, которые палки, куда зайдет корова, и там проушины заталкиваются. Ты сделай, чтобы заворины-то были. Ну, не вытаскивайте. А я давно думал сделать, он говорит, ворота. Ну, у нас сегодня среда. В пять часов молебен в храме. Благодарственное. Тем более, завтра усекновение главы Иоанна Крестителя. А я поехал. Еду издалека, смотрю. Я ему днем сказал, ничем не занимайся. Сначала сделай ворота, как ты говорил-то. Вижу, у него там столб стоит. Вот даже показать-то, на чем не знаю-то. Ну, вот на двух хлопушках покажу. Столб. И он, столб-то, вот такой вот стоит-то. Так он что, вот это один столб, а здесь второй столб. А он тогда, гляжу, он в тракторе-то сидит. И он, ну-ка, вылазь, ты еще со мной шутить надумал? Смеется. Я говорю, ты говорил, ворота сделать, и сделаешь, а не сделал. Он говорит, я сделал по-другому. Ну, я говорю, ну, пойдем, покажешь-то. Так он взял этот кленовой ремень, и вот этот, который столб стоит, вот второй столб, а между ними толстые, вот такие вот, заворены, вот такого диаметра, ну, больше 10 сантиметров. А он тогда эту прибил, вот так вот, и вот сюда вот, этот кленовой ремень-то. Обычно как мы его прибиваем-то? Вот так прямо, вот так вот, проушина. И в эту проушину тогда, вот это заходит палка, которая одна, другая перегораживает вход коровы-то. А он сделал вот так, и вот так вот. Вот это, да, думаю, а что ж такое у него получилось-то, боком-то. И там тоже, с той стороны, и там так же. А он тогда, эти вот так-то, она длинная, проушина-то, получилась она кривая. Он тогда сюда вот эту просовывает, а здесь в этой просверлил отверстие, которое заворено-то идет. И туда большой, длинный, 4 метра-полтора, наверное, он его просовывает, и он оказывается, этот штырь, не просто так, а с одной стороны, вот эта, вот она где, он когда его проталкивает. Здесь, с этой стороны он прошел, вот она, в эту проталкивает, проталкивает. А с этой стороны вышел. То есть он как бы с двух сторон блокирует. Идет дальше ниже, и опять блокирует точно так же. То есть он прокрутил отверстие в палец, в каждой этой заворине, ну, палка, которая загораживает вход-то. И теперь вот эти, кленовой-то ремень-то, вон, кособокий-то, получилось, что он с этой, с той стороны, с этой втыкает, а с этой он выходит. Вот. Вот здесь он идет, и вот сюда внизу выходит. И поэтому никуда не дерни. Я гляжу, это еще лучше сделал, чем думали тогда. Ну, я опять порадовался. Пошли. И вот сегодня вечер уже у нас сейчас 8 часов, ну, почти 8 часов. Вот я вспомнил все это, и думаю, как дивен Бог. И каждый раз вот что-то такое есть. Ну, а сегодня дождило, и так делать-то нечего, собственно. Пошли, трава мокрая, там мы хотели возиться, там поднимать. У нас уже заготовлены были столбы, жерди. Ну, я говорю, давай, Володя, отставим это все. Это не надо. Я сел тогда, давай смотреть фильм. Он 8 серий, и я их все просмотрел. Это было начато как-то в Харбине. Харбина, где китайская железная дорога была. Там, и потому что мне эта тема известная. И я встречался с такими людьми, когда был в Америке в Лос-Анджелесе, на квартире у них был. Это Никита Феоктистович Орлов. Он был как раз в Харбине. И когда собирались уезжать в Советский Союз, у него был товарищ. Он ему говорит, я ему говорил, не езди, посадят. Он говорит, да что тут агитация белая, эмигрантская тут, японская. Кто посадит? Мы с чем виноваты? Мы любим Родину, любим Сталина. Я, говорит, не могу ничего сказать. Когда расстались, он пошел, я взял половинку кирпича, как запулил, ему прям в спину попал. В голову, наверное, пробил голову. Так мне противно стало. Куда ты едешь-то? Ну, это прошли большие годы, расстояния. Они теперь встретились, встретились то ли в Союзе, то ли в Америке. Он сюда приезжал несколько раз, этот Орлов Никитов Феоктистович, в Потеряевке был, и всю эту историю рассказал. Их сразу всех посадили. Около 200 тысяч, что ли, там было. Ну, тут все в этом фильме указано, 8 серий. Я подумал, как бы послать ему. А он теперь стал митрополитом в Русской Православной Зарубежной Церкви. Как бы наследник митрополита Виталия. Вот это я все припомнил, и в фильм, и в Америке такие воспоминания, молитвенное состояние, Бог дает помнить о людях. Сколько беды, более крепкого строя. Вот так подозрительно ловить, это хуже фашизма было. Своих всех душили. И немало не помогло. Исполнился срок, 72 года, Бог смел в отвал, и все. А Горбачев, он что, сверхмудрый, что ли-то? Время пришло. Я опять же вспомнил это, и говорится, и не говори, отчего это прежние дни были лучше нынешних. Потому что не от мудрости ты спрашиваешь об этом. Так, немножко. Говори. Здравствуйте, Игорь Николаевич. Здравствуйте. Меня Дмитрий зовут Кириллова Дениска. Слушай, но... Я являюсь патистанцем, но полосоку церковь ловеем через вам. Я буду очень благодарен за это. И всем церковным, если этот выжил, по-своему, потеряем, поэтому креститься правильно, и жить нормальной, и с купной жизнью. Но меня здесь часто интересует, совершался такой вопрос. Узнать о финансовой очереди, торговое финансовое положение, в семье. Я бы хотел, чтобы вы помолились обо мне, звуку, и чтобы я услышал ответ, что он не знает, что делать. А как этот ответ вы узнаете? Как бы вы в Mail.ru были, мой мир, знаете такая система в интернете? Конечно. Вот там найдите, зарядите, и знаете, и лапки. Я просто в шапке стою. Там два моих листка, на другом я с голубем. Но это модераторы контрольные делают. А просто в шапке. И попроситесь в друзья, в фотографию поставьте. Я вам сразу отвечу. Я в Потеряевке сейчас нахожусь, в Потеряевке. И тут я вам подробно тогда все отвечу. Вам сколько лет? 29. Какое семейное положение? 15 ребенок есть. Ну вот это можно было. Дело в том, что у нас престольный праздник 16 сентября, во вторник на следующей неделе. Ну, получается, там совсем уже рядом. 16-го. Престольный праздник, вы знаете, что это такое? Это торжественный день, в честь кого назван престол в храме. Вот на этот день мы могли бы вам разрешить, потому что трудно встречать. Надо знать, какой поезд идет. И когда, в какое время и как. Это очень трудно здесь. Это мы же в степи находимся-то. Но тогда бы вы были здесь, потому что должен приехать епископ Алтайский и Барнаульский, Сергий Иванников. Много священников может быть. И у нас здесь будет торжество. Вот тут бы мы все переговорили. И с батюшкой можно было бы договориться. Отец Аким здесь. Но это сделать как-то надо здесь будет. И еще потом перезвоните. Больше двух минут по телефону вредно говорит. Так, всего хорошего. С Богом. Выходите в Мейл.ру и дальше переговорим. С Богом. Видишь, какое дело. Какой-то Дмитрий. Ну, вот и телефон-то его остался. Первый раз звонит. Но сибирский. Вот я понимаю, кто это будет слушать. Ему это не понравится. Но я передаю разговор. Я его не знаю. И вы не знаете. 29 лет. Жена ребенок. Он был протестант. И он говорит. Вот через ваши проповеди. Какие я посмотрю. Я пришел в православие. Я его не знаю. Я его не перетягивал. Ну, не надо, говорит. Если дохлая рыба. Из одной бочки в другую переложи. Ничего не будет. А что-то ему Бог открыл. Ну, я во славу Божию. И уже духовным отцом считает. Меня. Я знать не знаю. Какие-то дети. Я хоть скажите. Я говорю. У меня на занятиях было такое. Я считаю вас духовным. Я, во-первых, мирянин. Но, действительно, если вы обратились от проповеди. То это духовничество уже идет. Ну, вот его интересует. Как теперь принять правильное крещение. Опять же, видите. Вот сейчас это не подделка. Некоторые скажут, да он подделал там. Ничего я не подделал. Я не знал, не ждал этого звонка. Вчера такого звонка не было. Ну, я-то православный. Для меня это очень радостно слышать. Что в православии появляются хорошие люди. Из протестантов это хорошие люди. Может быть, эта кандидатура, когда 30 лет исполнится, можно ставить священники. Мы поговорим на эту тему. Протестанты, люди прекрасные. Знают священное писание. Православным не гнать. Их надо не критиковать, а учить. Но, если он будет здесь, вот в Мейлору выйдет, тогда можно будет все это сказать. Вот как раз подтверждение сегодня. Видите, сколько нового, неожиданного, которого не было вчера. Притом, все это в радость. Представьте, нашлись коровы. Голубка моя осталась целая. Гнездо не заморозили. Позвонил новый человек. Это все удивительно. Я всегда это говорю не потому, что надо говорить, а потому, что это действительно так. У меня сегодня какие были звонки, которые прямо наседали на меня, а расстались все равно по-хорошему. Были на моление. Это небольшое, 45 минут всего на моление. Колено преклоненные молитвы. Там объяние крестителя и все. И опять же, мы у Яна Крестителя, мы верующие православные, верим, что у человека есть душа. Просим заступничество, как нашего ходатая. Мы молимся не только Христу, но и Божьей Матери. Полагаю, что спасение только о Христе. Ходатаев много со стороны людей. А со стороны Бога один Христос, один ходатай. Это тоже не для объяснения. Это длинная тема. Другое. Наседает на меня сегодня не кто-то, а жена. Надежда Васильевна. Третий раз приступает ко мне. Вот воскресенье были занятия, и был тут баптист, и вы ему не дали слова, а он подготовился. Наконец я решил ей ответить. Идем, я говорю, ну подойди поближе. Что он хотел сказать? А вот по этой теме, о которой я говорил, приветствие, вот это воскресенье, прошедшее, 7 сентября, приветствовать. Кого надо приветствовать, кого не надо, согласно Слову Божию. И когда я закончил, я говорю, у кого есть что добавить? Или по теме вопросы? По теме, по теме-то. Ну там задали не по теме, а потом мне сразу выговор, зачем портить им такой материал? Вот это просто сказал вырезать, его к другим вопросам приложить. И вот этот человек, ну он баптист. Баптист, это не православный. И поэтому знания его, по сравнению с православными, сравнить не приходится. Почему? У него ограниченность во взглядах. Ну почему? Ну давайте коротко. Не потому что там я умный, там себя выставляю, но потому что это действительно так. Я использую 77 книг Библии. Он 66. Ну разве что 66 и 77? Есть. Второе. Все, на этом он закончил. А он на бумажке написал 6 мест, которые я не знаю, что у него есть, я их все привел. Он 6 мест, я 86. Ну разница есть или нет. 6 и 86. Притом у него толкования никакого нет, у меня толкование святых отцов, по тристика, 300 томов. Я выбирал и говорил. Дальше. Это у него второе уже, чего у него нет. Дальше. Я использую жития святых. 1173 биографии. Вообразите, это 12 томов жития святых по Дмитрию Ростовскому. У него ни одного нет, он протестант. У него нет этого, они протестуют. Дальше. У меня правил, 7 вселенских, 9 поместных и святые отцы, книга правил, это 719 правил. У него ни одного нет. Ну и сравни. Я по всем этим параметрам провел. Он что может добавить? Он может только сидеть и удивляться, что у православия такое богатство-то. Я его ни в чем не сужу, он в среде вот это. Я им задаю вопрос, скажите, вот Библия, которая в руках у вас, вы считаете, она божественна? Конечно. Сектанты любят ее, все протестанты. А кто ее сохранил нам в таком виде, как есть? Он не может отец. Так это соборы установили. Соборы. Ты почитай, это Младий Киевский, Карфагенский собор, апостольские правила. Это книга правил. Книг-то, Евангелий было около 20 Евангелий. А осталось 4, Матфея, Марка, Луки и Анна. Они ничего этого не знают. А учился на Сибирске свою школу, он дьяконом еще чистится у них. Говорю, что не унижай, никак. Просто объясняю. Не на равных мы идем. Ну как на равных-то? Если у нас сокровища, я показываю, я беру данные, примерно 400 книг. 400 томов. А у него одна Библия, и он даже не знает толкования на нее. И Библия-то укорочена 11 неканонических книг, считает апокрифами. Апокрифы-то поддельные. Евангелие от Фомы, Евангелие от Иуды, Евангелие от Василиска, Евангелие от Евреев. Там послание под видом Павла. Вот апокрифы-то где. Ему обижаться совершенно не на что. А он обиделся, что не дали слова. Как слово? Я обратился, там людей-то немного было. Ты мог поднять руку и сказал, я имею что добавить. Он добавить ничего не может? Нету. Ничего нету. Совершенно. То, что он написал, места писания, я их все привел. Ничего и нету. Обижаться совершенно не на что. Это немощь какая-то. Сразу в обиду. Да поехал. А жена что-то подхватила, то ли свою обиду приложила, да трижды. Я говорю, ты не права. Ты ему прямо покажи по бумажке, но она не была, была на благовестии под Степным. И покажи, что я привел. Мне радостно то, что кого-то потревожило. Тут она подошла и говорит, я тоже там слушаю беседы, вот сколько вы приводите, мест писания, житей, да это никто не приведет. Ну, может быть, кто-то приведет, кто знает. Но скажу, что это не простой момент. Потому что я просто занимаюсь этим в 1953 год. Правила. Это не правила на правила, это каноны соборов. Ой, пришел. Да где ты был, а? Ого-го-го. Ой, да котя пришел, белый нагулялся. Какой ежик под столом. И с ежиком вместе питается с одной чашки. Ежик молоко получает. А какой он мускулистый-то. По всем степям ходит, а белый. Пришел, бродяга ты такой. Интересно. У православных прозорливое. Николай Гурьянов на острове залит был такой. Ну, под старость совсем памяти не стало. А там приезжают люди, он там вроде пророк, что-то скажет. Ну, и в прихожей сидят, а он, знать-то не знает-то. А дверь-то тоненькая. И вот кот пришел. Ах ты блудяга, а? Голову поднял, а? Нашел себе кошонку где-то. А рядом за дверью-то священник-то сидит и все применяет к себе. Он, оказывается, попал в точку. Кто-то, батюшка-то прозорливый, узнал про меня все. А он кота наглаживает, кошек любил. Николай, это вот так вот сарапает его. Где ты, блудяга, был-то, а? С чужой кошкой. Вот так у нас получаются пророки. Иногда. Ну, это между делом. Как бы юмор тяжелый, старообрядческий. Вот. И не говори, отчего это прежние дни были лучше нынешних. Не говори. Потому что не от мудрости так спрашиваешь об этом. Это где написано «Екклесиаса 7.10». Вопрос, почему? Это к Богу и к людям. В моей жизни, вот, еще кажется, так я думаю, ни разу не было, чтобы я сказал, вот сегодняшний день хуже вчерашнего. Вот сегодня радость, гости были. Я уже вечером думаю, ну, не может быть завтра больше удовлетворения от того, что я живу на земле, славлю Бога. И вот столько, мы вчера так много сделали. Валили тут деревья, там делали. А сегодня, а сегодня дождь, я сижу и семикратно в день славлю Бога. А вчера я не мог семь раз в день помолиться-то. Семь раз это, за один раз это три святые и сто поклонов. А сегодня сижу дома, посмотрел и семь раз в день. Это я просто говорю о распорядке как. Но это все-таки выше, чем валить деревья-то. А я себя повалил перед Богом. Помолился. И день завтрашний будет еще лучше. Это есть такое стихотворение, я прочитал его, когда был в армии. Прочитал в Комсомольской правде. И вот там он об этом пишет. День завтрашний покажется короче. Хочешь или не хочешь. Но все равно я завтра встану рано и потружусь до наступления дня. И солнце уходящее на запад я за узду поймаю как коня. Вот. Это стихотворение мне пришлось очень близко. Потом тогда прочитал еще Федора Амулевского. Это такой малоизвестный поэт был в России. Он говорил о том, что нужно трудиться, трудиться. Работай руками, работай умом, работай без устали ночью и днем. А там уж что будет, так будет, пускай. Так нужно работать мы дружно давай. Работать руками, работать умом, работать без устали ночью и днем. вот. Вот у меня здесь сестра гостит в лагере. Любовь Николаевна, повернись немножко хоть. Вот, чтобы увидели ее. Вот. Я ей говорю, домашняя заботится, что поехала она, там вроде не могут. Я еще раз повторяю, что я вас здесь не держу. Можете хоть днем, хоть ночь уехать. И не выгоняю. Потому что у нас хорошее отношение, нам вместе приятно, вы все готовите. И вы это своим скажите. Потому что ваши родные мне дороги. И вы дороги. И иногда они мне уже звонить начинают. Вот мама там у вас, вы ее задержали. Не задержал. Я уже неоднократно повторял. Но и выгонять, просить ее поезжать домой я не могу. Потому что еще впереди длинная сибирская зима и темные длинные ночи. Еще надоедите друг к другу. Поэтому сегодняшний день наш хороший, а завтра будет еще лучше. Я благодарю Богу, что вы с нами здесь и нам легко с вами. Мы приходим все горяченькое, все сваренное для кошек, для собак и для нас. Спасибо с Христос. Сегодняшний день для меня лучше вчерашнего, потому что в прошлом году вас тут не было. Володя все готовил, его отвлекали. А сейчас он перед компьютером торчит тут. Благословен Господь. Вот, Володя, как я понимаю эти слова. Спасибо, Христос. Ух ты!